Ковчега Ковчега Из дерева гофер Чтобы он был Обязательно осмолен и внутри, и снаружи Длина ковчега Должна быть 300 локтей Ширина его должна быть 50 локтей Высота его должна быть 300 локтей Наверху сделано Длинное отверстие По всему ковчегу Влок от шириной Когда они будут В потопе Был доступ к свету, воздуху, а сбоку была дверь. Этот ковчег должен был состоять из трех ярусов, там должно быть очень много отделений, которые предотвращались для животных и скота, то есть и те животные, которые по повелению Божию он взял с собой в ковчег и для того, чтобы там могли они хранить свой корм, корм для этих животных. Вот такое было строительство. Все эти годы строительства ковчега Ной постоянно ходил и проповедовал людям о Господе, о том, что им необходимо покаяться, покаяние. Он постоянно призывал людей к покаянию. Он говорил всем о том, что возможно будет потоп, может быть потоп, если не покаетесь. Но люди совершенно не слушали его, потому что зло оно было укоренено в их сердцах и они ели, пили, женились, выходили замуж. Вот делали то, о чем говорится сейчас, что так же будет и перед страшным судом, когда будут все есть, пить, выходить замуж, все так же будет и внезапно наступит вот этот конец света. Так же было и тогда. И если вот некоторые святые сравнивают те моменты, когда сейчас у нас все люди, не все, ну сколько сказать можно, наверное 80% сказать, что люди курящие курят. И девушки, и мужчины, и мальчики, и детки бывают, дети курят. И вот это вот курение. А святые говорят, что последние времена, вот когда земля сгорит. А во время перед потопом была такая мода, когда все на шее носились маленькие такие флакончики, которые наполнены были водой. Вот такой вот как бы знаки, знамения, которые можно было увидеть среди людей о последних временах. Но для людей времен ноя, для многих тоже наступил конец, потому что были истреблены все с лица земли, потому что потоп называется всемирный, были все истреблены. То есть для них наступил конец. А вот сейчас у нас вот это время, когда земля сгорит, но Господь также ждет покаяния от нас. Поэтому призывает нас Церковь Святая Соборная к покаянию, к тому, чтобы мы все-таки могли исправиться и пойти туда, в то место, которое уготовил нам Господь. Царствие Небесное, это наше пристанище, наш дом, то, куда нам необходимо всем прийти. И то место, которое уготовил нам Господь, Он там ждет. Вот. Во время строительства Ковчега то же самое иной говорил, проповедовал, призывал людей к покаянию, но покаяние, конечно, не наступило. И поэтому вот был сам потоп. Здравствуйте. Я Ирий Анатолий Слободчиков, наследник храма Святителя Николая Чудотворца, сего Плюсы. Приглашаю вас на молитву-соглашение, которое проходит в нашем храме. Мы читаем Акафис Николаю Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, ко Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве.